Дядя Толя работает дальнобойщиком, а рядом с ним его жена Тётя Света. Тётя Света часто остаётся дома одна, и поэтому к ней иногда заходит ошот на шашлык-машлык и кино-мемино. Это Кукушкина Алёна. Недавно Алёна выиграла конкурс «Незбор». По итогам конкурса ей вручили корону и ленту. Теперь она работает в ленте, забирает тележки. Это местный сантехник Михаил. Михаил частенько чуть-чуть находится в процессе отдыха. То в амутинке, то в амутинке. Это председатель ТСЖ Антонина Николаевна. Однажды грабители пытались обчистить её квартиру, но умерли от золотой лихорадки возле золотого унитаза. И началась эта история именно здесь, во дворе, когда проходило очередное собрание ТСЖ. Значит у нас на повестке дня осталось ещё несколько вопросов. Поэтому внимательно слушаем и запоминаем. Завтрашнего дня будет проходить отключение горячей воды. Успокоились! Может быть и холодный. И вообще, в целях укрепления здоровья наших жильцов, мы будем практиковать контрастное отопление. Тише! Уважаемые! Следующий вопрос. Ко мне снова стали поступать жалобы об участившихся кражах в автомобилях. Ещё раз вас предупреждаю. Незаметно это как-то можно делать, товарищ воровая. А я чего? Я ничего. Но вы хотя бы не подписывайтесь. И вообще, я что-то давненько не видела мзды. Хотя бы за прошлый месяц. Мы будем успокоить, успокоить. Ну, хорошо. Перейдём к хорошим новостям. Уже завтра на парковке появятся новые места у пятого подъезда. Опять после пятого, после второго, у одного появится. А это вы, пожалуйста, к старости второго подъезда и обращайтесь. К Бауну Владимиру Аганезовичу, пожалуйста. Ваша баба у роднёмся о нём не сыщешь. Он стоит, он на работе не пропадает. Вот это. Конечно, пропадает. Говорят, у него в дирекции мышца велась. Ну, все, Антонин и Чао, продолжайте темы. Почему в третьем корпусе на первом этаже постоянно не русский тусусит? Не поезд, а проходной в город какой-то, отвечает. А я вам говорила, что вместо турникетов давайте домофон установим. Пусть через него попробуют перепрыгнуть. А всё почему, товарищи? Потому что кое-кто не скинулся. Я давно говорил, надо не домофон, а охрана во то, чтобы порядок был. Извините, извините. А охранники красивые будут? Если да, то я да. Прекратите, как полагаю. В конце нашего собрания перед вами хочет выступить депутат нашего округа Антон Антонович. Приветствую вам, Антон Антонович. Приветствую вам. Здравствуйте, здравствуйте. И вам не хворать. Я пришел сообщить хорошую новость. Наконец-таки в вашем районе построят новый торговый центр «Урала». Но есть одно «но». Этот торговый центр построен на месте вашего дома. Как на месте нашего дома? А мы куда? Мы у меня вся рады, ты чё? Тихо, тихо. А вас переселят в новый чистый экологичный район «Зарика». Какая «Зарика»? Мы не хотим «Зарику». Почему вы должны переезжать? Это наш дом. Вы мне спасибо скажете ещё. Нам вообще добраться и в центре жить, да, товарищи? Да, да. Вы поймите, ваш дом уже четвертый год в аварийном состоянии. Мы вот четыре года прожили и ещё поживём. Правильно, говорю. И вообще, вот вам приказ, чтобы завтра вас здесь не было. Я пошёл. Антон Антонович, позвольте, я вас провожу, скажите. Товарищи, это наш дом, и его нужно спасать. Какие будут предложения? Предлагаю по всему двору баррикаду устроить и вообще никого сюда не пускать. Молодец, хорошо. Ещё какие варианты будут? Предлагаю папу себе пенсию. Бабуля, вечно вы со своими пенсиями. Давайте по делу. Взрёвки вопросы решать. Предлагаю митинг устроить и к мэрии пойти. Вот, митинг, отлично. Что нам нужно для митинга? Мегафон. Хорошо. У кого есть мегафон? У меня есть, у меня есть. Только баланса нет. Так, женщина, вы тут о серьёзном. У тебя есть мегафон? Нет, у меня нет. Эй, братуха, у меня есть. Я всё достать могу. Эй, братуха, а что такое мегафон, а? Так, нам нужен человек, который умеет громко и чётко подавать слова. Ну чё, как бы я тут у меня одна тётка умею отговаривать. Очень смешно. Ладно, подавать слова буду сам. Осталось только собрать толпу. Мы идём. Где опять Быкова? Да дом, как всегда. Быкова. Чё? Чё, чё? На митинг с нами пошли? Не, мне дома надо убираться. Если ты с нами на митинг не пойдёшь, тебе вообще негде убираться будет. Ура! Больше убираться не надо. Так, вроде всё решили. Сейчас расходимся по домам, рисуем плакаты. Через 3 минуты 42 секунды встречаемся ровно на этом месте. Вперёд! Вперёд!